Повесить медицинский халат на гвоздь Нина Грызлова могла ещё 25 лет назад. Но в 55 медсестра перевязочной даже и не думала уходить на покой. Втянулась в профессию и не заметила, как годы пролетели в Собинской поликлинике. Если бы я не полюбила, я, наверное, бы не послала бы. Конечно, сначала уж особой такой любви не было, а потом с годами я уже не представляю другой профессии. Всё время я больше нигде не работала, кроме этого кабинета. Стать медиком Нина Трифиловна даже не мечтала. После школы пошла учиться на химика, но поступление оказалось неудачным. А вот в первое московское медучилище её взяли. После учёбы уже молоденьким специалистом она вернулась в родную Собинку и стала накладывать больным повязки и гипсы. Так, я тебе дам зелёночкой, давай, а я тебе не даст, и сухая повязочка. Каких только ссадин, переломов и ушибов не видела медсестра за 60 лет работы. Летом люди травмируются чаще, чем зимой, говорит медработник со стажем. Помогает она и в тяжёлых случаях. Например, перевязывает пострадавших в ДТП. И в курьёзных к Нине Трифиловне приходят даже с вросшими ногтями на ногах. Обычные пальцы стрижём вот в таком полукругом, а первые пальцы стопы скребутся вот только в таком положении. Если будет стричь так, кончики вырастают. Такие больные часто врачи очень много бывают. Вот мне правильно, просто стрижки. Все перевязки медсестра делает по назначению врачей. А их за 60 лет работы в поликлинике сменилось немало. И каждому приходящему молодому специалисту опытная медсестра помогала делом и советом. Честно говоря, вот вы знаете, приходила, говорю, Нин Павловна, что делать-то будем? Она говорит, только вот это, вот это и вот это. Всему она меня научила. То есть сейчас уже мы с Нин Павловной, то есть где-то уже я всё делаю, где-то что-то Нин Павловной делает. Но когда я больным своим говорю, идите, там Нин Павловна, они говорят, без вопроса. Зарплата у медсестёр в районных поликлиниках небольшая. Со всеми надбавками Нина Грызлова получает 10 тысяч рублей в месяц. Вместе с пенсией на жизнь хватает, говорит наша героиня. Но даже не в деньгах счастье. Работать здоровье позволяет. Однако скоро и коллегам, и пациентам Нина Трифиловна скажет до свидания. За 60 лет не надоело? Не надоело. Не надоело? Почему тогда до сих пор трудитесь работать тем же, как я не знаю? Ну, я себе поставил цель, до какого числа? Вот его и придерживаюсь. Какого? А вот дня рождения. После дня рождения, наверное, я это не жалко, конечно, всё, но, наверное, придётся расстаться. Это уже предел, это уже всё, возраст. Вот как быть, отпускать, не отпускать? Ну, мы бы не хотели её отпускать, это однозначно. Человек, действительно, который профессионально продолжает работать, несмотря на свой возраст, несмотря на то, что всё-таки в таком возрасте и часто обостряются какие-то хронические заболевания. И за всё время мы, наверное, не помним того момента, когда она у нас уходила на больничный лист. День рождения у медсестры со стажем 12 апреля, в День космонавтики. 80-летний юбилей она отметит как в кругу семьи, а у нашей героини две дочери, три внучки и трое правнуков. Так и на работе. И там и здесь ей готовят сюрпризы. Причём коллеги на поздравительных открытках напишут Нине Павловне. В поликлинике так повелось. Отчество Трифиловна уж больно сложно выговаривается. А Павловна – это что-то своё родное. Екатерина Копылкова, Алексей Дудин, Александр Мажаров, 6 канал.